13 июля Александру Тихановичу исполнилось бы 65 лет. Своё первое большое интервью дают народная артистка Беларуси Едвига Поплавская и Анастасия Тиханович. В реальной жизни мы с ним даже не успели. Просто не успели не наговориться. Мы так и не жили друг для друга. Думаю, боже мой, какая глубина души у моего Саши. Ну, честно говоря, на сегодняшний день я вообще ни о чём не думаю. У меня пустота и в голове, и в душе, и в сердце. В своей жизни он пережил и глубокое предательство, и огромную любовь. Добро пожаловать на программу «Простые вопросы». Сегодня в ВИП-кабинете отеля «Пекин». Имею честь представить вам моих дорогих гостей Едвига Поплавская и Анастасия Тиханович. Язенька, Настя, большое спасибо, что согласились на это интервью. И, насколько я понимаю, это такое, наверное, первое большое интервью с недавнего времени. Я задам вопрос, который я задавал и Александру Григорьевичу, и попрошу вас прокомментировать. И, знаете, я спрашивал у него, как ему удалось выстоять тот самый момент, когда, казалось, он оказывался на краю. Он сказал, что у меня был такой друг, как Яди. И только благодаря ей и Божьей помощи всё это произошло. Ну вот такой вопрос. Был ли момент, он в любой семейной жизни происходит, когда вы думали, ну всё, нет, больше мы вместе не будем. Жизнь сложна тем, что для того, чтобы что-то было, нужно постоянно трудиться, нужно постоянно работать, нужно находить компромиссы в семейной жизни. Если хочешь сохранить семью, нужно иметь большое терпение. Что касается терпения, это уже у меня свыше. Когда появились гороскопы, я помню, прочитала, да, ну это же была тайна с восьми печатями, с этими гороскопами. И я обнаружила, что оказывается телец, а я телец, очень терпеливый. И союз телца и рака очень гармоничен, оказывается, потому что взбодораженный ум рака погашает терпеливость телца. У меня нет сейчас, ещё на сегодняшний день, ощущения того, что Саша нет рядом. Вот он уехал куда-то. Это часто, настолько часто это бывало. И я привыкла к тому, что я одна, я его жду. И как мы как-то смеялись. Ой, Сашка, мы с тобой, по-моему, встречаемся только на сцене. И поэтому на сцене, вот именно в песнях, мы говорим друг другу о том, о тех чувствах, которые у нас есть внутри. А в реальной жизни мы с ним даже не успели. Просто не успели ни наговориться. Мы так и не жили друг для друга. Настя, что вам даёт сейчас чувство покоя? Приносит больше всего успокоения, скажи. Для меня, наверное, это тоже был какой-то опыт познания самой себя. Мы никогда не знаем, каким образом вот случись такое. И как ты будешь дальше? Что ты будешь дальше? Как ты через это пройдёшь? Вот пройдёшь. Я хочу сказать, что чувство покоя, если о нём можно говорить, а точнее какого-то такого светлого внутреннего спокойствия или какой-то ресурс, откуда я могу это взять, когда мне это нужно. Во-первых, это то, что нужно со всеми всегда находиться в мире, в прекрасных каких-то близких отношениях, когда ты знаешь, что у тебя нет никаких вопросов с человеком, никаких обид нет между вами. Когда между вами настолько сильная связь и любовь, которую вообще ничто, никакое обстоятельство не может изменить. Ядя, а почему так получилось, что в отличие от других, скажем, именитых белорусских артистов, даже, может быть, не таких знаменитых, как вы с Александром Григорьевичем были, вы как-то не являетесь олицетворением такого, скажем, богатства и финансового успеха? Вы знаете, такая тема, и не хочется даже в какой-то степени обсуждать, потому что кто-то не поймёт и скажет, ай, там, хотя мне сейчас, знаете, кто-то скажет, кто-то не скажет, на сегодняшний день мне абсолютно всё равно. И я такая довольна. Спасибо за это, Хангу. Ведь самое главное в нашей жизни, мы же не одни живём, вокруг нас люди. А люди для нас на первом плане. Мы артисты, зритель. Это та часть нашей жизни, нас самих, которым мы отдаём всё то, что нам подарил Господь. Вы мне простите, пожалуйста. Я знаю, что, может быть, это не очень приятный разговор, но Александр Григорьевич вот мне очень искренне рассказывал, и он понимал, что это, может быть, совет для многих людей, которые хотят пойти, ну, тем путём, который он смог, на который он смог встать. И, как он всегда говорил, говорил мне это в интервью, что вы были ему главный помощник, главный друг. Может быть, это будет кому-то хорошим советом. Как вы это сделали? Что было самое главное? Когда Саша не стало, где-то, наверное, спустя месяц, наверное, да, ну, вот стоят сумки, папки, а он часто что-то записывал, но я никогда не внедрялась. Это его. Я никогда в жизни не влезала ни в телефоны, ни в его смс-ки, ни в какие-то... То есть это было табу, это неприкосновенно. Ну, мне просто... Я так воспитана. И тут я думаю, нет, ну, всё равно надо же, надо посмотреть, потому что там много того, чего нужно, и того, чего не нужно. И вы знаете, что я нашла. Это, видно, был вот такой выплеск того, что у него внутри. Не видно, а это на самом деле. Да просто на... В блокноте он записывал, может быть, это было в самолёте, когда мы летели. Может быть, где-то ночью он тоже ночами поздно уложился спать. И это... Я его тоже иногда, извини, Саша, ругала, надо спать, надо... Ну, потому что у нас и так хроническое недосыпание, истощение такое нервное, потому что рано приходится улетать, там, поздно приезжать, всё. И я потом поняла, что лучше не трогать. Я ему давала возможность жить так, как он хотел. И, оказывается, он мне так благодарен за это. Стихи, кстати, они у меня здесь. Два листика, блокнотных листика. У Саши почерк был. Талантовый. В общем, по-моему, как будто бы рецепт какой-то врач пишет. И когда я читаю, читаю, и вдруг я увидела, что он и меня здесь тоже вспомнил, потому что это было такое откровение, всё, что лилось у него из души. Я смотрю в твои очи, Господи, и бессонные ночи, Господи, исчезают во мрак, в невозвратную даль. Как же дорог тот миг, Господи, чтобы увидеть твой лик, Господи. И уходит кошмар, растворяя печаль, Господи. Как же я заблуждался, сколько лет я прожил, блудным сыном болтался и не видел тебя, хотя рядом ты был, Господи. Как же я благодарен тебе за опеку твою, за такую жену, что вернула меня и открыла глаза, чтобы увидеть иной мир тобою, неспосланный, Господи. Если можешь, прости, отпусти мне грехи многочисленные. Знаю, просьба моя незаслужена, покаяния прошу у обиженных и прощения твоего, Господи, чтобы увидеть твой лик, Господи. На коленях стою, я прощения прошу, Господи. И когда я прочитала, думаю, Боже мой, какая глубина души у моего Саши. И я, да, ну чего ж тут говорить, я на самом деле, я жила для того, чтобы он поднялся. И он это сделал, самое главное. Он это сделал. И в этом плане он действительно может быть очень ярким примером для других, потому что возможно подняться. Да, он был сломлен. Он не понимал, как можно было так поступать с людьми в своё время. И поэтому он сломался, этим воспользовались другие. И, наверное, я думаю, здесь моё большое терпение, которое мне дал Бог, и, конечно же, мои чувства, моя любовь к нему, он очень одарённый человек. И в нём столько доброты, столько светлого. Хотя он был человеком очень полярным, он взрывным был, таким раненым. И психоновичем, и... И психоновичем, и тихоновичем. Настя, а для вас вот папа был, вы видели вот разных людей, знаете, как бы вот, или это всегда был один человек? Это всегда был один человек, несмотря на свою полярность, удивительно цельный. Да, правильно. Потому что мы с ним очень внутренне похожи, и он мне как-то был понятен. Это как вот понимаешь что-то в себе, да, вот бывает у нас внутри совершенно какие-то разные моменты, и ты это вроде от плюса к минусу, от белого, там, не знаю, к серому. И думаешь, как это может одно вот во мне всё находиться. Знаете, я когда вспоминаю своего отца, вот у меня есть несколько разговоров, которые я всё время помню. У вас была беседа, которую вы вспоминаете всё время? О чём это был разговор? У нас не было столько всего на свете, что иногда этих разговоров было, в общем-то, и не нужно. Безусловно, там, ну, было много всего самого разного. Это огромная школа вообще, в принципе, для меня лично, потому что школа отношения к людям, выстраивания отношений с людьми, каким образом реагировать на те или иные вещи. Потому что в своей жизни он пережил и глубокое предательство, и огромную любовь. И в этом во всём он сумел остаться тем, кем он есть. И он сумел вот нужное сохранить, а к тому, к чему сложнее всего относиться с пониманием и любовью, вот он сумел это сделать. Настя, а вот у меня такой вопрос, я всё время на вас смотрю, когда вы выступаете, я всё время думаю, какая-то странная смесь у вас получилась. Ядя такая, вот вечный маленький ребёнок, ну, начиная с этой песни «Я у бабушки живу», всё время ощущение такого хрупкого маленького ребёнка. Причём, ну, такой настоящий Д'Артаньян Александр Григорьевич. А вот вы, когда воспринимаете свой сценический образ или вот все, вы кого в себе больше чувствуете, папу или маму? Ну, вообще-то я стараюсь чувствовать в себе себя. Ну, понятно, вот это. Для начала, для того, чтобы просто, когда ты выходишь на сцену. И почему? Я на них всегда смотрела и думала, и мне хотелось понять секрет успеха, да? Но не то, чтобы секрет успеха, а именно феномен вот этой вот людского этого отношения. Да что такое, когда к тебе относятся, как будто бы ты член семьи, народной любви. И, наверное, просто нужно всегда быть тем, кто ты есть. Потому что очень многие актёры, артисты, они отличаются, да, от своих образов на сцене и те, кто они из жизни. А здесь этого не было никогда. Потому что почему все так верят? И тогда тебе люди верят, потому что ты говоришь правду о себе. Я не знаю, как правильно закончить наш разговор, потому что, ну, вот сегодня день рождения Александра Григорьевича. Ему бы исполнилось 65 лет. Наверное, он смотрит вот на свою дочь, на вас сейчас и, конечно, желает вам всего самого хорошего. И, наверное, самое хорошее, ну, вот в чём-то в будущем, в какой-то вашей реализации. Как вы, как вы видите дальше свою творческую судьбу? Вы сможете выступать? Вы, ну, просто вас без Саши очень сложно представить. Одну, вот я смотрю, но всё время как-то, знаете, вот как на маленького ребёнка вас хочется обнять и пожалеть. Что вы видите? И как вы думаете, что бы он видел из того, что с вами должно дальше происходить? То, что он видит и то, что я вижу, мы с ним вдвоем даже не ожидали, что к нам, я говорю, к нам придёт так много народу с ним, чтобы попрощаться, а меня, чтобы поддержать. И поэтому в будущем, я пока ещё не знаю, но я знаю одно, что люди просто требуют от меня продолжения. И я не могу подвести тех людей, которые ждут этого. И я понимаю, что Саша тоже не хочет, чтобы была какая-то остановка. И, честно говоря, я вот поэтому, чем сердце успокаиваю, работай в студии. Спасибо вам за такую откровенную беседу. И простите, что, может быть, заставил вас лишний раз сплакнуть, прослезиться. Но я думаю, что те, кто всегда любили Александра Григорьевича, те, кто любит вас, были рады вас сегодня видеть. Спасибо за это, Интер. Спасибо. Спасибо.